Дорогие подруги, Московский женский музей поздравляет вас с новым 2022 годом. Подводить итоги года важно, чтобы помнить, что ничто не делается само и каждая дорога состоит из тысячи шагов. Против нас и то, и это против нас, патриархат, но как бы патриархат сам не упадет, надо его шатать. Важно, что мы сделали в этом году для того, чтобы приблизить освобождение женщин. 7 марта мы писали про традиционный барселонский фиолетовый райот и про московский феммаркет, на котором продавались книги из серии «Женская история для детей». 8 марта про демонстрации в Бишкеке и Барселоне. 8 марта мы выпустили материал «Что важно знать про фемицид в России сегодня». 26 апреля очередной доклад «Фемицид.нет» появился на сайте ООН. В сентябре мы придумали арт-проект «Родина смерть на Московской площади». В этом году мы переводили и публиковали очень много материалов научных исследований. Публиковали новости об акциях протеста и пикетах, которые организовывали женщину в защиту своих прав. 6 августа мы проводили пикеты «Нет безнаказанному фемициду» в Ростове-на-Дону. 25 ноября на Софийской набережной Москве появился наш плакат про 1114 новостей о фемициде с начала года. 25 ноября мы представили монографию «Фемицид», в которой вошли многие методические материалы, разработкой которых мы занимались в течение года. В том числе уникальная классификация фемицида. Я хочу показать вот эту книгу. Там в том числе очень много написано о мексиканских женщинах, потому что это страна, где фемицид – это как война, когда убивают дочь, когда убивают сестру, когда убивают мать. Но в то же время это страна, которая дает пример, как женщины борются. 16 октября мы представили материалы «Фемицид. Нет!» на британской конференции «Филия» в Портсмуте. Лекция проходила на главной сцене. Мы размещали иностранные новости, связанные с фемицидом. Так мы перевели первое исландское исследование о фемициде, анонсировали открытие памятника жертвам фемицида в Бельгии, греческую статистику, немецкие, канадские и французские новости. Мы изучали мексиканский опыт по созданию сетей солидарности и по противостоянию фемицидным медиа. Разместили в библиотеке рекомендации ООН по борьбе с фемицидом, руководство для журналистов, пишущих о насилии над женщинами. Подкаст о важности подсчета фемицида и текст Надежды Ажгихиной и Анны Дельфрео «Как писать про фемицид». В этом году мы выдали три звезды позора за неэтичную журналистику. Мы много писали про транслобби. Самое важное в Московском женском музее – литература. В этом году я прочитала несколько десятков книг, написанных женщинами. Они как размещаются на этой полке, так и прячутся в моих электронных устройствах, потому что читаю я в самых разных ситуациях. Например, когда еду в общественном транспорте, выкладываю ребенка спать, ну или когда, например, завтракаю. Женская книжная полка. 40 выпусков в год. Мы перевели французский «Зимка Литнот» и начали клитор-проект. 26 мая состоялись горбаневские чтения. А позже вышли интервью с некоторыми участницами. 7 октября в московском открытом пространстве состоялась презентация финальной книги из серии «Женская история для детей» про Анну Политковскую, а также Политковские чтения, в которых приняли участие женщины-журналистки. На этом проект «Женская история для детей», который мы делали с 2017 года, проект из шести книг о Кирсновской, Горбаневской, Попуши, Кожевниковой, Искренко и Политковской завершился. Ксения Сахарнова отнесла книгу про Анну Политковскую в новую газету. Самое важное в московском женском музее – исторический проект. К пятилетию месяца женской истории в Википедии появилась одноименная страница. Делать статьи про феминизм в Википедии очень сложно, потому что там есть мочистское лобби, но нам помогают эксперты, и мы смогли сделать уже несколько статей. В этом году пятью темами месяца стали юбилей Горбаневской, Горбаневская 85, «Женская книжная полка», «Путешественницы», «История ромских женщин» и «Медицинский фемицид». Информацию о всех проектах месяца женской истории, начиная с 2017 года, можно посмотреть на сайте Московского женского музея. В финале месяца женской истории 31 марта состоялась организованная при помощи Людмилы Визметиновой презентация журнала «Искренковские чтения». Капитан Светлана Медведева из Самары снова проявила упорство и второй раз взяла приз на конкурсе «Месяца женской истории». Участница Горбаневских и «Искренковских чтений» Ирина Котова помогла сделать народное интервью с женской хирургической бригадой из Москвы. Некоторые из этих событий попали в статью в Московском женском музее в Учительской газете. 8 мая проходила юбилейная для России 10-я женская историческая ночь. Мы отмечали дату публикации статьи про акцию в Википедии. Полная версия этой статьи находится у нас на сайте. Конкурсом лучшего плаката. В нем победила Надя Демкина из Питера. Переводом норвежского Зина про ночь от Квинофронтен. Конечно, мы поместили некоторые фотохроники из России, Испании, Украины, Норвегии. Поразительные новости пришли с родины женской исторической ночи из Бергена. Горсовет Берген решил больше не называть улицы в честь мужчин. В начале сентября мы участвовали в интернациональной конференции женских музеев в Хитисау. И теперь у нас есть гора интересных экспонатов. Также мы сняли видео о том, что такое Московский женский музей. Узнать про интернациональную сеть женских музеев можно у нас на сайте. Важнее всего музыкальное направление женского музея. В феврале этого года Московский женский музей приступил к созданию оперы «Журналистка». Было написано либретто, приглашены 16 женщин-композиторов, которые написали музыку к этой опере. Для того, чтобы достучаться до всех и каждого, мы написали оперу «Журналистка». Она посвящена тому этическому выбору, который каждый медийщик делает ежедневно. Сенсационность или критическое отношение к новостям, уважительное отношение к жертвам. Это у нас 100% женский проект. Режиссер, композиторы, автор, работники сцены, оркестр – все это мы, женщины. 100% женский проект, написанный женщинами ради прав женщин. Всю оперу будет писать не один композитор, а разные женщины-композиторы. Это даст возможность зрителю познакомиться с совершенно разным музыкальным языком. При этом все персонажи будут прописаны каким-то одним характерным инструментом. В опере будет представлено более 30 инструментов. Это и фортепиано, и оркестр, и электронная музыка, а также всевозможный саунд-дизайн. Опера, помимо разговора о правах женщин, дань нашего уважения известной поэтессе и правозащитнице Наталье Горбаневской, которая действовала по совести, вопреки всему. Она – прототип одного из персонажей оперы. Я сочинила арию «Феи сомнения» по ее стихотворению «Но были дети». В этом году мы отмечаем 85-летний юбилей Натальи Горбаневской. Проект затрагивает тему фемицида, очень важную тему. Фемицид – преступление на почве ненависти по признаку пола. Как правило, преднамеренное убийство мужчинами, женщин, девочек или девушек, именно потому что они являются женщинами. О нем почти ничего не знают и иногда вообще отрицают. Мы хотим обратить внимание на фемицид. Реальный уровень убийств женщин на почве ненависти в России превышает официальные цифры в десятки раз. Ключевым является влияние медиа. Об этом говорят многочисленные исследования канадских, французских, испанских, итальянских ученых. Медиа могут наполнять свои страницы как фемицидными фреймами, то есть провоцировать убийство, так и использовать антифемицидные фреймы, то есть предотвращать убийство, останавливать эпидемию убийств. Я считаю, что нужно об этом говорить. Я как композитор и сама как жертва домашнего насилия, я молчала больше 10 лет. Но я считаю, что пришло то время, когда нужно об этом говорить. Я в этом могу сказать в своей музыке. Я очень рада, что мне удалось поучаствовать в проекте по созданию оперы, которая была написана на сюжет, посвященный фемициду. Мы ищем спонсоров для нашей постановки. Мы можем разместить вашу рекламу в наших полиграфических материалах или показать перед представлением. Поддерживайте нас, распространяйте информацию о проекте в своих соцсетях, на общественных площадках. Подключайтесь к нашему историческому проекту «Опера-журналистка». Присоединяйтесь, делитесь с друзьями. Любовь с нос имеет значение. И, конечно, обязательно приходите на премьеру. Мы вас очень ждем. 3 октября состоялось награждение оперы специальным дипломом «Вызов времени». Награждение прошло в Доме композиторов. Музыкальное направление не ограничивается оперой. Мы изучаем дискриминацию женщин в музыке. Мы опубликовали перевод исследований о представленности женщин в 100 концертных залах мира. Приглашение на Music by Women Festival в Миссисипи. Статью про русских женщин-композиторов 18-19 веков. И статью о женщинах-дрижерах 105-летию со дня рождения Вероники Тутаровой. Мы перепубликовали у себя открытое письмо музыканта в защиту мемориала, который российская власть называет иностранным агентом. Важнее всего в нашей работе – солидарность. Мы много раз рассказывали про ситуацию с правами женщин в Афганистане. И не только в Афганистане, но и в других странах. И в том числе о ситуации у наших соседей в Белоруссии. И надо сказать, что не только рассказывали. Участвовали в некоторых из этих пикетов или акций. Например, у белорусского посольства требовали освобождения политических заключенных. На самом деле, Московский женский музей – это про память. В этом году мы делали мемориальные женские проекты про Наталью Горбаневскую и Анну Политковскую. В этом году мы простились с нашими подругами, которые много помогали в работе Московского женского музея. После несправедливого задержания заболела и умерла правозащитница Анна Пастухова. Пандемия унесла участниц искренковских чтений – Екатерину Казимирову, Людмилу Визмитинову и Марии Чистопольскую. Важнее всего иметь крышу над головой. Мы обосновались в московском открытом пространстве. Сделали там шкаф и обустраиваем библиотеку. Мы выпустили футболки Московского женского музея – гору разных значков и кружек. Белая, вторая – черная. На одной стороне написано имя Нины Искренко, на обратной стороне имена участниц искренковских чтений – Больная Родина. И на обратной стороне стихотворение Ирины Котовой – Больная Родина. Еще одна футболка Московский женский музей, которая на мне. И эти футболки можно приобрести на сайте. Самое важное для нас – это поддержка людей. Мы провели три краудфандинговых кампании, в которых помогали сотни людей. И прежде всего Лена Грунтова, Ксения Сахарнова, Алексей Баганцев, Леня Межебовский, Рената Джордж и другие. Это были сборы денег на журнал «Искренковские чтения», на мою книгу «Фемицид» и на коллективную женскую оперу «Журналистка» о влиянии медиа на общество в целом и на «Фемицид в частности». Понятно, что в России люди, как правило, не живут, а выживают. И нам обычно помогают те женщины, которым тяжелее всех на самом деле. Не от излишков, не от какого-то богатства, не от какого-то особого ресурса. Они стараются делать, что они могут. Также мы занимались доставкой заказов, которые делали люди на краудах. Это не так просто, как кажется. Самое главное в нашем музее – это курьерская служба. Очень важно вовремя доставить книги читателю. Сейчас мы проводим краудфандинг на проект, которым будем заниматься в следующем году. Это «Опера-журналистка». Нам исключительно важна ваша поддержка, потому что мы собираем очень большую сумму. Пожалуйста, поддерживайте нас, покупайте лоты и рассказывайте о краудфандинге людям, которые способны понять, что такое «Фемицид». Московский женский музей поздравляет всех с Новым годом! С Новым годом! Пусть он пахнет, как новая книга, радостью, свежестью и открытиями. Желаю вам радости и счастья, чуда и вдохновения. Мы придумали очень много интересных проектов, которые должны состояться в следующем году. Поэтому оставайтесь с нами, будьте нашим волонтером, следите за нашим сайтом, подписывайтесь на наш канал на YouTube. С Новым годом! С Новым годом!